Рассказ директора Совкоза о встрече со знаменитым писателем Бурка. Любит наш народ писатель, ох, любит. Хлебом его не корми, дай только мужевым писателям встретиться, особенно если еще и в рабочее время. Вот проходили у нас в области дни литературы. Приехали писатели со всех концов. Три дня они побыли в центре, потом подались по районам. Звонят мне рано утром из района и говорят, выезжает к вам известный писатель, то ли Бурка, то ли Бурко. В общем, ударение на месте уточните, примите на уровне. Я говорю, мы товарищи Бурко или Бурко очень рады, но все-таки хотелось бы знать, что написал товарищ, откуда, чтобы почитать перед встречей. Район говорит, читать уже некогда, просто примите и все. Я говорю, это не сомневайтесь, мы примем. Но все-таки как людям объявить, кто наш гость? В частности, например, он вообще-то мужчина или женщина? Район затих, чувствует тоже не в курсе. Потом кричат, ладно, не надо глупых вопросов. В конце концов, писатель к вам не жениться, едет, а встретится с читателем. Ты давай мироприятие не срывай, прими и все. Ладно, собираю актив, говорю, товарищи, у нас большая радость. Приезжает к нам знаменитый писатель, то ли Бурка, то ли Бурко, то ли мужчина, то ли женщина. Какие будут предложения по радушной встрече? Задумались, потом встает за вскладом. Он у нас мужик башковитый, три ревизии поймать не могли. И говорит, раз уж действительно такая радость, и приезжает писатель без точной фамилии и явных признаков, предлагаю его встретить радостно, но неопределенно. Плакатами. Давайте напишем крупно. Привет, Бурка на совхозной земле. Или книга Бурка лучший подарок. Раз он писатель, но читать-то умеет. И прочет это правильно с нужным для себя ударением. Так и решили. Написали плакаты, нарвали цветов. Все утро готовились. Ровно в полдень подкатывает к зданию управления «Черная Волга». Выходит оттуда дорогой наш писатель, и что уже приятно с усами на лице. Ну, дети застучали в барабан, аплодисменты, цветы. Я его беру под руку, веду в кабинет, и по дороге говорю, мол, огромная радость. Вот заждались мы, мол. Кстати, говорю, среди ваших вот почитателей возник такой спор. В каком месте вашу фамилию лучше ударять? Как вас правильнее, Бурка или Бурко? Он говорит, вообще правильнее меня Куренцов, Николай Степанович. А что касается этого Бурка или там его Бурко, он вообще сейчас в другом районе, в другой делегации. Я вдруг ему говорю, это, конечно, для нас еще большая радость, что вместо там какого-то Бурка вы, товарищ, приехали. Но с другой стороны, люди уже как-то вот поднастроились на этого Бурка. Или Бурко, как быть? Глянул он в окно на плакаты и говорит, вот что, знаете, раз такая накладка, давайте не будем огорчать людей. Пусть они принимают меня дальше, как Бурка. Но поскольку я его книг тоже не знаю, давайте читать, всю конференцию проводить не будем. Просто я им речь скажу, победаем и все, разъехались. У меня программа напряженная. Иду я к народу, объявляю им Бурка или Бурко, я уж не помню. Выходит, он произносит речь. Товарищи, говорит, вперед, говорит, дальнейший рост, говорит, ура, говорит, навек, говорит. Ну, в общем, знаете, некоторые писатели, они говорить умеют, про что непонятно, но бодрит. Народ им аплодирует, только, конечно, немножко начинают нервничать люди, потому что он нас все время почему-то называет овцеводами. Я ему тихо говорю, товарищ Бурка, тут уж я не думал об ударении, он вообще мне стал поднадоедать. Я говорю, товарищ Бурка, вы на овцеводство особенно не напирайте. Мы уж скорее свекловоды, а не овцеводы. А что касается овцы, она вообще в нашем районе не живет. Она тут не выдерживает. Он говорит, как, разве это не Касьяновский район? Я говорю, да что вы, это же 100 километров в другую сторону. Он говорит, мать честная, они все там напутали, меня же там люди ждут, что делать? Я говорю, не надо огорчаться, нормально. Жизнь, она, видите, все по местам ставит. Если вы для нас Бурка, мы для вас Касьяновский район, прошу к столу. Сели мы, выпили, закусили, потеплели. Гляжу, он нас уже ласково касьянцами кличет. А сам не только, скажем, на Бурка или на Бурко, но и на фамилию, скажем, Буркин, тоже охотно откликается. Под конец совсем растрогался, встал и говорит, друзья, в память об этой незабываемой встрече разрешите, я вам подарю книгу. Роется в портфеле, огорчается. Я, говорит, мать честная, я их, оказывается, вот все раздарил. Один вот сборник у меня остался, но почему-то на венгерском языке. Как быть? Я говорю, а это даже лучше. Огромное вам спасибо. А то у нас в библиотеке ни одной вашей вещи по-венгерски нету. Просто неудобно перечитателями. Достал ему книгу, синяя такая, толстая, написал, «Дорогие, сердцем с вами не забывайте, ваш Коля». И уехал, только пыль за колесами. Вот такая незабываемая встреча. А книжка эта у нас в библиотеке до сих пор стоит. Все ищем способ, как ее обратно перевести, чтобы начать узнать, что он пишет, этот Куренцов или Куренцев, и когда мы только правильно ударять научимся. Сан Саныч, поступило письмо вам, но лично. Давайте. Мне лично. Хорошо. Дорогой Сан Саныч, давно собираюсь написать вам взволнованное письмо, но не знаю, про что. Поэтому у меня к вам огромная просьба. Напишите сначала вы мне, я вам отвечу. Завяжется оживленная переписка, которую вы когда-нибудь сможете издать в полном собрании сочинений. С искренним уважением, ваш старый друг Григорий Горин. Приятно получить письмо, действительно, от старого друга. Тем более, что, вы знаете, я не знаю, что я его получу, я уже написал ответ. Хотел послать. Я хотел послать ответ телеграммой, кстати. Это такая эпиграмма-телеграмма. На память я не жалуюсь. И, кстати, больной вопрос о памяти за мнём. Возможно ли забыть о гирострате, когда сам Горин написал о нём? Григорий Горин. Сегодня Саша написал довольно какую-то добрую эпиграмму. Я бы сказал, даже поздравительного характера. Но это он сделал просто ввиду нашей старой дружбы, не зная, что я тоже уже подготовил на неё ответ. И впервые в жизни написал пародию. Причём пародию на Александра Иванова. Мне показалось, что передача существует какая-то несправедливость. Он пишет на всех пародий, на него никто. А ведь Саша уже перепародировал почти всех. Значит, уже знаменитых поэтов, широко известных, менее известных, известных только ему самому. Если так дело пойдёт, то он перейдёт на совершенно безвестных и даже безымянных. Я думаю, что лет через 10, в какой-нибудь тысячном выпуске передачи «Вокруг смеха» уже выступление Александра Иванова может звучать примерно так. Недавно, перечитывая отрывной календарь за 1911 год, я с удивлением обнаружил до сих пор неспародированные мною строки. Они довольно известны. У попа была собака, он её любил, она съела кусок мяса, он её убил. Ну, автор, к сожалению, не подписался. Очевидно, предчувствие, что сихи всё-таки попадутся мне на глаза. Между тем, они так сами и просятся в пародию, поскольку я люблю животных и ненавижу безграмотность. Он его убил. Кто кого? Кусок или поп? Непонятно. Так родилась дружеская пародия на безымянного автора, который я так и назвал «Собаки собачьи смерти». Сижу, держу ладонью лба и старый календарь листаю. Читаю сказку про попа и ни черта не понимаю. Был поп, был автор, бегал пёс, и все исчезли одним часом. Меня же мучает вопрос, а что случилось с этим мясом? Оно-то где? Оно при чём? Ведь просто не поймёшь из текста тот бедный пёс убит попом или подорвался на бифштексе. Я в гневе сам убить могу, но шуткой или меткой фразой, а так я добр, врагу рагу отдам, пусть давится зараза. Но к автору подобных строк я буду беспощадно строк и на его могильном камне пишу строкою эпиграммной. У попа была собака, он её любил, и Бонок, узнав про это, автора убил. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 о Державине, о Гавриле Романовиче, о поэте прошлого века, но о том, что еще Пушкин заметил, как помните, в гроб сходя благословил. Остались мы все после смены, собрались в красном уголке, ждем. Первым появляется председатель нашего фабкома Чеберев, представляет нам лектора, профессора литературоведа. Затем этот симпатичный старичок, литературовед, начинает нам рассказывать о поэте Державине. Ну, надо сказать, интересно рассказывать про то, как Державин родился в 1743 году, как он рос, как формировал мировоззрение, как коды стал сочинять. Потом стихи профессора на память помечитал. Ну, короче, интересная лекция так и получилась. Мы заслушались. Наконец, закончил профессор лекцию, сел. Встает председатель фабкома Чеберев и говорит, дорогие товарищи, разрешите от вашего имени поблагодарить уважаемого профессора за интересную лекцию. Мы похлопали. Профессор поклонился, говорит, спасибо, дорогие товарищи, но, может быть, у кого-нибудь возникли какие-нибудь вопросы? Мы молчим, думаем, но тут встает мастер из старого цеха Самсонов и говорит, у меня вот есть такой вопрос, когда ли на нашей фабрике наконец столовую откроют? Профессор растерялся, Чеберев вдруг ему говорит, ты что, Самсонов, а ты о чем спрашиваешь? Это же несущественный вопрос-то. Как-то несущественный, говорит Самсонов. Четвертый месяц дирекция столовой обещает, все тянет. Мы в обед за пять кварталов покушать бегаем, время теряем. Державина почитать-то нам некогда. Чеберев рад нервничать, что кричит, садись, Самсонов, не ставь нас всех в неудобное положение. И уже ко всем обращаюсь, товарищи, я попрошу задавать вопросы по существу, то есть относящиеся вот к поэту Державину. Мы опять сидим, молчим, Самсонов опять руку тянет. Чеберев подозрительно спрашивает, Самсонов, ты про Державина хочешь спросить? Про Державина, говорит Самсонов. Ну давай спрашивай. Самсонов встает и говорит, я вот интересуюсь, как поэт Державин строил свой рабочий писательский день. Как у него было с овеченным перерывом? Рядом у него там столовая была, или ему приходилось до него по 20 минут на стопу ездить? Чеберев повыгровел, кричит, ты что, издеваешься, что ли, Самсонов? Ну какие могли быть 200 лет назад там автобусы? А если не было автобусов, говорит Самсонов, то я уверен, что поэт Державин хорошо продумал этот вопрос. Ел вкусно, быстро, недалеко от рабочего места, и тем самым способствовал высокой производительности труда. Тут вдруг встает профессор и говорит, между прочим, товарищ Самсонов абсолютно прав. Поэт Державин не был гурманом, но все-таки уважал обеденное время и любил сесть за красиво убранный стол. Вот, например, как он описывает в его стихотворении «Жизнь званская». Багряная ветчина, зеленый щил с желтком, румяно-желт пирог, сыр бледен, раки красные, что смоль-янтарь икра, и с голубым пером там щука пестрая, прекрасная. Спасибо, товарищ профессор, что вы меня поддержали, говорит Самсонов. Я считаю, товарищи, что после этих стихов затяжка со столовой у нас на фабрике есть неуважение к памяти великого русского поэта Державина. Тут Чеберев совсем покраснел и говорит, ну что ты, Самсонов, хватит, все, завтра будем на дирекции решать этот вопрос. На этом лекция и закончилась. Мы все расходились очень довольные. А Самсонов говорил, вот видите, что значит вовремя соединить поэзию с жизнью. Какой эффект получается? Вот говорят, что через неделю у нас будет лекция про поэта Тютчева, так я под это дело у дирекции ясли вышибу. А если вы знаете, говорить о любимом анекдоте, поскольку у нас сегодня такая форма диссертации, то я люблю анекдоты все-таки абсурдистского, не политического плана, потому что политики приходят и уходят, а народ остается. Значит, и абсурдистский юмор, он несколько странный. И вот вообще, а еще люблю медицинские анекдоты, поскольку мы с Аркановым доктора, и начиналось в нашей жизни сообщение, так сказать, врачебных анекдотов. И вот первый мой рассказ, первый вообще в жизни рассказ, который был напечатан уже 30 лет назад, и который открыл первую мою книжку, он и был посвящен анекдоту. Я сегодня в этой передаче считаю возможным его прочесть. Может быть, некоторые его слышали и знают, но, надеюсь, подросло и новое поколение, которое не очень его знает. Можно? Да. Существует такой анекдот. Приходит больной к доктору, у больного забинтована нога. Что вас болит, спрашивает доктор. Голова, отвечает больной. А в чем повязка на ноге? Сползла. Я как-то рассказал этот анекдот, сидя в гостях у знакомых. Просили рассказать что-нибудь смешное, и я рассказал. Все улыбнулись. Только пожилой мужчина, сидевший за столом напротив, как-то странно посмотрел на меня, задумался, затем, перегнувшись через стол, сказал, простите, я, вероятно, что-то не понял. У больного что валило? Голова. А почему же повязка на ноге? Ползла. Так грустно, сказал мужчина, и почему-то вздохнул. Потом он снова задумался. Не понимаю, сказал он через несколько минут. Не улавливаю здесь юмора. Давайте рассуждать логически. Ведь у больного болела голова, не так ли? Голова. Ну почему же повязка была на ноге? Вползла. Странно, сказал мужчина, и встал за стола. Он подошел к окну и долго курил, задумчиво, глядя в темноту. Я пил чай. Через некоторое время он отошел из окна и, подсев ко мне, тихо сказал, режьте меня, не могу понять свой анекдот. Ведь если у человека болит голова, ну на кой черт ему завязывать ногу? Он не завязывал ногу, сказал, он завязал голову. А как же повязка оказалась на ноге? Сползла. Он встал и внимательно посмотрел мне в глаза. Ну-ка выйдем отсюда. Поговорить надо. Мы вышли в прихожую. Слушайте, сказал он, положив мне руку на плечо. Действительно смешной анекдот, или вы шутите? По-моему, смешной, сказал я. А в чем здесь юмор? Ну, не знаю, сказал, смешной и все. Может быть, вы упустили какую-нибудь деталь? Какую деталь? Ну, скажем, больной был одноногим. Это почему? Понимаете, если принять возможным, что повязка действительно сползла, то она, проползя по всему телу, должна была бы захватить обе ноги. Или это был одноногий инвалид. Нет, отверг, я это предложение. Больной не был инвалидом. Тогда как же повязка оказалась на ноге? Сползла. После этого я надел пальто, пошел домой. В час ночи мне зазвонил телефон. Это вам насчет анекдота звонят, послышался в стропке голоса. Просто не могу уснуть, эта нога не выходит из головы. Есть же здесь юмор? Есть, подтвердил я. Ну, вот я понимаю, я же не дурак, я же с образованием. Жене анекдот рассказал, она смеется. А что смеется, я не пойму. Это, случайно, не серия армянского радио? Нет, сказал я. Тогда просто не знаю, что делать, захныкло он. Он тут позвонил мне на следующий вечер. Я советовался с специалистами, сказал он. Все утверждают, что повязка сползти не могла. Ну и черт с ней закричал. Не могла, так не могла. Что вы от меня отхотите? Я хочу разобраться в этом вопросе, сказал он. Для меня это, в конце концов, дело принтов. Я же на ответственной работе нахожусь. Я обязан быть остроумным. Тогда я написал о нем рассказ. Написал о человеке, который не понимает юмора. Написал о человеке, который таинственные законы нашего смеха хочет разложить, как таблицу умножения. В свой рассказ я отнес сатирический журнал. Редактор долго смеялся. Ну и дуб, говорил редактор, неужели у нас такие еще бывают? Бывают, сказал я, сам видел. Будем печатать, сказал редактор. Потом он обнял меня и, наклонившись в самуху, тихо спросил. На мне это по секрету, скажите, что у больного болело? Голова. А почему повязка на ноге? Я понял, что этот рассказ у нас долго еще не будет напечатан. Видите, это значит какой год? Это 70-й год. Видите, время прошло много. И я думаю, после этого появилось очень много рассказов, где мы действительно как-то учили наших людей юмору, приучали. У нас это была болезнь, она и есть. Я об этом часто говорил. У нас самое было невеселое правительство. Мы не видели никогда лидеров. У нас вот в Мюнхгаузне у меня есть фраза «Серьезное лицо еще не признак ума». А у нас все были очень серьезные руководители. У нас практически первый лидер, который стал улыбаться. Это надо оценить. У нас были очень серьезные люди, милиционеры. У нас были самые мрачные пограничники. Вы знаете, я об этом тоже говорил однажды с артистом Николаем Куричковым, мы пересекали границу. И там сидел пограничник, который так смотрел на него, на меня, на него, на меня. И потом Куричков не выдержал. Говорит, сынок, ты что, меня не узнал, что ли? Он говорит, узнал, так точно. Он говорит, что ты не улыбаешься? Он сказал, нам не положено. И это была инструкция, которую сейчас вроде бы собирается отменять. И понемножку, несмотря на трудность в жизни, мы начинаем улыбаться. Мне так кажется, и очень надеюсь. И всеми этими передачами, и с работой, и надеждами, которые все-таки появляются, мы научимся улыбаться. Труднее стало с иностранцами. Вы знаете, они ведь у них блестящие у всех зубы. Они, я составляю там за доллары шикарные улыбки. Они улыбаются всему, что они видят с детям, нравится, в общем, любопытно. Но юмора нашего они не понимают. Это целая мука. В свое время мы с Аркановым написали монолог для Марии Владимировны Мироновой. И она должна была поехать с ним в Париж. Но поездку отменили, не возможно, сказали, что это они не поймут. И вот тогда я специально написал пояснение французам, для того, чтобы они понимали хоть что-то про нас. Вот это я тоже хочу вам прочитать. Это способствует пониманию людей с запада нашего юмора. Я предложил, чтобы вышел, вот так, как вышел сегодня Аркадий Юмор перед вами, вышел конферансье в Олимпии и сказал. Мадам и месье, сегодня вы увидите выступление ведущей комической актрисы советской эстрады Марии Мироновой. Наши небольшие пояснения помогут вам ощутить прелесть и своеобразие этого юмора. Итак, мадам Миронова исполняет монолог простой женщины, колхозницы, приехавшей в Москву за покупками. Сразу поясняем, что поездки в столицу и в провинции за покупками – это старые добрые традиции, существующие в России. И, разумеется, в столицу едут вовсе не потому, что в провинции чего-нибудь нет, а исключительно потому, что в столице хоть что-нибудь есть. Поэтому мадам Миронова появляется на сцене с двумя большими саквояжами, или, говоря по-русски, авоськами. Авоська – это специфическая ажурная русская сумочка, названная так в честь знаменитого спектакля Московского театра Министерства комсомола, гастроли которого прошли с успехом в Париже. Выйдя на сцену, мадам Миронова начинает добродушно жаловаться на очереди магазинов. Русское слово «очередь» можно перевести на французский как слово «летаем». Означает оно большое скопление людей, которые можно наблюдать в магазинах Парижа, скажем, в канун праздника Рождества. Так вот, в Москве такой праздник каждый день. Это и создает постоянную атмосферу, веселые толкотни, дружеский обмен репликами и пуговицами от пальто. Далее мадам Миронова говорит об особенностях московского такси. В отличие от парижского, московское такси ездит не по маршрутам нужным пассажирам, а в особом направлении, именуемом в России словом «парк». Парк по-французски «Ле Джордан» – это место отдыха трудящихся. Поэтому если пассажир не хочет почему-либо ехать в парк «Ле Джордан», он может долго отдыхать прямо здесь, на улице. Далее мадам Миронова жалуется, что не может попасть в московскую гостиницу и вовсюду стоят таблички «свободных мест нет». Здесь комизм положения объясняется особенностями русского языка, в котором не существует выражения «свободных мест есть». Такое, как говорят в России, просто язык не повернется сказать. Поэтому везде и стоят таблички «свободных мест нет», которые вовсе не означают, что «мест нет». И вообще ничего не означают, а просто являются частью интерьера. На самом деле в Москве много гостиниц, в том числе несколько современных отелей, построенных французами, шведами и финнами, которые, построив эти отели, там и живут. Заканчивая свой монолог, мадам Миронова прощается со столицей, при этом у нее на глазах наворачиваются слезы. Такое сочетание смешного с грустным – тоже особенность русского юмора. У них даже есть поговорка «у нас где смех, где слезы, без пол-литра не разобрать». А поскольку пол-литра в Москве сейчас вообще достать невозможно, трудность понимания этого юмора усилилась. Благодарю за внимание. Гран-мерси. Спасибо. Дело в том, что Григорий Горин, врач по профессии, в свое время закончил Московский медицинский институт, несколько лет работал в скорой помощи, затем стал писать юмористические рассказы, дважды получил премию «Золотой теленок», короче говоря, прочно вошел в ряды нашей литературы. Не знаю, что в этой связи приобрела наша литература, но то, что медицин ничего не потерял, это уж точно. Григорий Горин. Еще один рассказ, который был напечатан в клубе «12 стульев» в номере, посвященный памяти Михаила Михайловичу Зощенко. Это один из моих любимых писателей, и у него, вы знаете, был когда-то знаменитый рассказ под названием «Баня». Его читал Леонид Ощутесов, многие другие артисты, он был популярен. И вот в прошлом году, когда отмечался юбилей Зощенко, я решил, так сказать, попробовать написать в его стиле продолжение этого рассказа. Одним словом рассказ называется «Сауна». Недавно в городе открылась баня закрытого типа, сауна называется, что в переводе с «финского» означает «финская баня». Я про нее и не знал, а тут звонит мне приятель Егоров и говорит, приглашаю тебя, Николай Степанович, в субботу в финскую баню. Я говорю, спасибо, но, во-первых, у меня ванная есть, во-вторых, я уже в среду помылся. Он говорит, чудак, я тебя не мыться зову, я интеллигентно провести время. Шашлыки поедем, пообщаемся с нужными людьми. Там такой солидный контингент, будь здоров, еле пропуск достал. А в Тагуре, если это вроде как мероприятие, тогда я с наслаждением. Приходит, значит, суббота, и тут у меня с этой сауной случается первая загвоздка. Не знаю, как в баню одеться. С одной стороны, в интеллигентное общество, в чем попал, не пойдешь. С другой стороны, зачем хорошо одеваться, когда все равно раздеваться. Думали мы с женой, думали, потом она говорит, раз, Коля, там будет такой бомонд, надевай новые джинсы. Это она мне купила у спекуля джинсы. Но я вам скажу, не джинсы, это чудо природы. На пол поставь, стоят без всякого содержимого. Я их год не надевал, все берег для торжественного случая. Одним словом, напяливаю я джинсы, надеваю сверху рубаху системы баттон, еду. В бане доложу вам снаружи ничего особенного, но внутри, конечно, произведение архитектуры. Стиль модерн под старину. Все деревом обделано, камин, светильники темные, орган играет по магнитофону. И компания солидная, попивают коньячок, дымят не нашим дымом. Ладно, посидели, покурили, потом все направляются в парилку. А у меня тут происшествие, молния на джинсах заклинило. Ни туда, ни сюда, дергал, дергал, взмок. И самочувствие глупое, все голые, я как дурак в штанах. Прямо не знаю, что предпринять. Егоров советует, ты, Николай Степанович, вступай прямо в них, в парилку. От нагревания предмет расширится, ты из него выскочишь. Ну, засмеют же, говорю. Ничего, ничего, ты в жизни независима. Может, ты оригинал. Может, именно в таком виде любишь париться. Ладно, иду в парилку, сажусь на полку в штанах с независимым видом. Но вокруг, правда, народ интеллигентный. Виду на мой вид не подают. Только рады, что чуть-чуть потеть быстрее стали. Потом все в бассейн нырнули. А я сижу, накаляюсь. И все бестолку. Понимаете, нагреваться эти сволочи, нагреваются, а расширяться не-не. Недаром жена за них спекулю сотню дала. Сил моих нет, чувствую, я в них плавиться начинаю. Соскакиваюсь в полки, лечу к бассейну, а тут вдруг банщик меня не пускает. Извиняюсь, говорит, в штанах купаться запрещено. Яру, мне остыть малость. Он говорит, выйти на улицу остыньте, а в верхней одежде в бассейн не пускаем. Я бы с ним поскандалил, но чувствую, гораю. Егоров, ору, миленький, выпусти меня из джинсов, а то помру. Егоров видит положение серьезное. Хватил ножницы, разрезал мне джинсы вместе с трусами. Выскочил я оттуда и в воду. Полчаса остывал. Теперь дальше. Садятся все за стол у камина, начинают шашлыки уминать. Я тоже иду, но тут получается конфуз. Все уже оделись, а я в чем мать родила. Тут общество, несмотря на интеллигентность, начинает водорожать. Один говорит, да что ж такое? Это что за странный субъект? Парится он в штанах? А как за стол садится, он их снимает. Зачем, говорит, ты Егоров привел с собой этого типа? А Егоров говорит, я извиняюсь, не тип, а Николай Степанович. Он в автомагазине работает. И у них в конце месяца запись на «Жигули». Тут, конечно, происходит обратный отлив. Тот, который говорил, говорит, ах, извините, мы этого не знали. Тогда другое дело. Сидите, дорогой Николай Степанович, не стесняйтесь, нам даже очень приятно видеть вас в натуральном виде. Поели мы, выпили, пообщались, стали домой собираться. Подходит банщик, говорит, извините, Николай Степанович, за моё группа и поведение. Если желаете, можете одеться и снова выкупаться. Я говорю, да нет, забудем. Я вообще туда не купаться ходил, а так с интересными людьми пообщаться. Он говорит, ну тогда заходите ещё. В общем, если честно говорить, очень понравилась мне сауна. Только джинсы эти проклятые я больше не надеваю. В угол поставил. Пусть стоят. Здесь находится мой старый друг. Мы вместе работали. Значит, делали вместе одну картину. Это Григорий Горин, писатель. Он, я просто скажу несколько слов о нём, потому что он был врачом, кончил медицинский институт. В этом смысле он похож на Чехова. Значит, правда, он работал на скорой помощи пять лет. Значит, сейчас он эту медицинскую, так сказать, свою роль исполняет несколько иначе. Это, так сказать, с пером в руке. Я здесь, может быть, единственный, который, так сказать, выступаю как, в общем, не профессиональный работник кино, хотя я член Союза кинематографиков, но всё равно я выступаю как профессиональный зритель вашей передачи, потому что я всё-таки у сценариста есть несколько посторонний взгляд. И я всегда с интересом смотрю ваши передачи, честно, так сказать. И... Спасибо. Да, и когда мне что-то нравится очень, я даже звоню вам, в том числе, Илья Александрович, я говорю, вот понравилось, приятно всегда звонить. Когда не нравится, я пишу вам письма. Значит, уже даже не по своей фамилии, а по фамилии такого просто телезрителя. Вы получали их? Нет, ну, потому что я их не посылал. Я их спешу и рву. Потому что, знаете, так сказать, твои какие-то негативные эмоции я погасил, а что вам доставлять неприятности, я погасил, порвал, и, как доктор понимаю, все спокойны и довольны. Но вот сегодня, значит, вот в канун Нового года, у меня так родилась какая-то мысль, я написал письмо и первый раз не порвал. Если можно, я его сейчас вам просто читаю. Просто очень будет хорошо. Вот настоящее письмо, да. Вы считаете ли выйдете туда? Да мы будем здесь, если... Здесь давайте, вот как-то хорошо. Да? Все симпатичные люди. Вот это вот письмо. Значит, это письмо, которое вам, по-своему, очередное. Дорогая Кинопанорама, пишет вам ваш постоянный зритель, который всегда с огромным удовольствием смотрит ваши передачи, за исключением, правда, тех моментов, когда вы начинаете подробно нам разобъяснять все тайны кино, все секреты кинофокусов, где у вас актеры, где дублер, где предметы, где макет, что горит в кадре на самом деле, а где просто дым без огня. В такие моменты откровенности я начинаю нервничать и поспешно выключаю звук телевизора, как это делают истинные болельщики, когда они хотят знать счет до начала игры. Я и так уж, к сожалению, знаю больше, чем мне надо. Я знаю, что морской бой вы снимаете в ванной, в воздушной павильоне. Если человек на экране сбивает поезд, то глупо вздрагивать и кричать, поскольку все это снято методом обратной съемки. То есть человека сначала положили на рельсы, поставили над ним паровоз, потом паровоз попятился задом, а пленку прокрутили наоборот. Конечно, это тоже очень интересно. Безусловно, это тоже волнует. И зритель искренне беспокоится, не заденет ли паровоз задом кого-нибудь из киногруппы, или не простуется ли человек, который лег на холодной рельсы. Так что мы сопереживаем происходящему. Но согласитесь, это несколько иные эмоции, чем те, на которые был рассчитан эпизод из фильма «Банни Карелина». После того, как мне разъяснили, что все дикие звери в кино живут в подмосковном питомнике, несколько уже трудно смотреть, как голодный тигр набрасывается в лесу на беззащитную женщину, поскольку понимаю, что это не просто женщина, а переодетый дрессировщик. А бедный тигр набрасывается на нее, потому что если он не будет набрасываться, то так и будет ходить голодный. Довольно загадочные устали фильмы теперь про любовь. Когда герой на экране обещает своей возлюбленной броситься ради нее в огонь и в воду, а потом из очередной панорамы я узнаю, что в огонь и в воду вместо него бросался дублер, то не совсем ясно, знала ли про это возлюбленная. А если знает, то кому она отдает предпочтение? Дорогая кинопанорама, вспомним пушкинские строки. Тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман. Давайте возвышаться. Пусть снег в кино сегодня это рассыпанный нафталин, ветер от ветра дует, дождь из поливальной машины, но солнце-то в небе настоящее. Оно всходит и заходит без пиротехников и инфраэкрана. Давайте теперь попробуем убедить в этом и зрителя. Не все слезы глицерина, а кровь, клюквенный сок. Ей жизнь и смерть. И почему бы нам не пригласить на панораму тех великих стрюкачей, которые сыграли все это по-настоящему. Пятилетний соседский мальчик, большой киноэрудит, объяснил мне, что мультипликацию теперь давно отменили. И начиная с первой серии «Ну погоди», живой волк бегает за живым зайцем и кричит на него живым папановским голосом. Я ему верю, потому что в искусстве главное это правда. Если говоришь «люблю», «люби», говоришь «пойду в огонь», «иди», сказал «порву письмо», «рви». Это все равно показывает то настроение, которое существует между пишущими людьми, работающими в этом жанре. Итак, Аркадий Хайт написал мне, но не к 50-летию, как он решил, он написал мне сразу к 60-летию. Он решил, что не надо мелочиться, сразу к основному юбилею. Почему-то решил, так он меня предупредил, что когда мне будет 60, то есть через 10 лет я уже буду вне этой страны, где-то находиться, а он почему-то будет еще здесь. И, значит, мне там будет интересно узнать, что у нас здесь происходит. Вам, очевидно, тоже. Итак, письмо Аркадию Хайту Григорию Горину в 2000 год. «Гришенька, дорогой, здравствуй! Вот и 2000 год на дворе. Вспомнил, что тебе стукнуло в 60, и решил вчеркнуть письмо, рассказать о нашем житии и бытие. Событий у нас много. Как говорится, живем плохо, но интересно. Вот, например, вчера провожали последнего еврея. Их принимает теперь только Конго со столицей в Браззавиле. Народу в Шереметьево собралось уйма. Было много цветов, прощальных речей. Очень тепло говорил Куняев, даже плакал. Его тоже можно понять, о чем теперь писать в нашем современнике. Хотя, наверное, остались еще полукровки и четвертинки, так что работы хватит. В 83-ю годовщину Октябрьской революции отметили очень скромно. Даже не было военного парада. Только не подумай, что у нас теперь нет армии. Армии есть, просто нет бензина. Так что в этот день показывали прием в Кремле. Было очень мило, много послов из различных стран. Татарский посол, якутский посол, временный поверенный из Тюмени и генеральный консул Химки Ховрина. Кстати, помнишь, Рыжкова? Он тоже выступал. Говорил, что у правительства разработана новая программа перехода к рыночной системе. На этот раз переход к рынку предполагается сделать подземным. Так что опять, очевидно, никто ничего не заметит. Впрочем, бог с ним, с Рыжковым. Тут у нас дела поинтересней. В прошлом месяце наконец похоронили Владимира Ильича Ленина. Так что мамвзолей теперь освободился. Дом актера борется, чтобы это помещение отдали ему. Все-таки Ульяна, в некотором смысле родственник, прямой наследник. Но, думаю, шансов у них мало. Аунура! Подождите, дослушай до конца. Этого не было. Давайте решим так. Одному товарищу не нравится, остальным как на это реагирует? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так, ну вот видите. Надо вот что-нибудь читать 20-летней давности, сегодняшний вызывает. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что еще? Выполнили, наконец, продовольственную программу. Дело в том, что в обещаниях партии оказывается была допущена опечатка. Мы считали, что будет 4 килограмма мяса на человек-ка, а они имели в виду, что будет 4 килограмма на человек-ке. Ну и теперь все разобрались и очень довольны. Гриш, тебя, наверное, интересует, что происходит в мире искусства. Ну что сказать? В литературе по-прежнему затишье. Никто ничего не пишет. Все равно нет бумаги. Во всех издательствах журналах печатают одного Солженицына. Говорят, он поставил условие, что не вернется, пока не напечатает, на деньгах тоже. Вот такая история. В театрах, в общем, вообще ничего не происходит. Знаешь, МХАТ еще раз разделился. Теперь их у нас 4. Все академические. Ефремов добился, что эмблему частично оставили ему. Теперь у него на зависть из киндлетик чайки. Эльдарь Лизанов помирился с Войновичем. Кажется, наконец, будет ставить многострадального Чонкина с англичанами. Правда, англичане требуют, чтобы Чонкина играл Ростропович. Причем на вилончели. Не знаю, что получится. Наверное, будет интересно. Гриша, дорогой, часто вспоминаю твое 50-летие в Доме архитекторов. По-моему, было тепло, сердечно, а главное, последний раз хоть поели по-человечески. Но дело не в этом. Сейчас, по прошествии времени, вспоминаю, сколько замечательных людей сидело за столом. Наверное, это и есть главное в жизни. А все остальное ерунда. И письмо это ерунда. Были всегда, остаются только верные друзья. Будь же счастлив, Григорий, где бы ты ни был, но лучше рядом с нами. И вот, что ему ответил Григорий Горин, Аркадию Хайту, сентябрь 2001 года. «Дорогой Аркадий, ты даже представить не можешь, как я обрадовался своему письму. Весточка с Родины, что может быть дороже для нас, эмигрантов, особенно таких, как я? Ты ведь, наверное, слышал, что за рубежом я оказался не по своей воле. Этим летом с дуру поехал отдыхать в Коктебель. А в это время Украина, испытывая давнюю тягу самостоятельности, отделилась, наконец, от центра. А Крым, в свою очередь, отделился от Украины. А затем уже и от материка. Так с былой шутливо-мрачное пророчество в Аксеново и Крым стал островом. Но даже Аксенов в своей фантазии не мог предположить, что отделение на этом не закончится и Крым распадется на ряд независимых районов, островков и утесов, на одном из которых я сейчас и нахожусь с видом на жительство на высоте 20 метров над уровнем моря. Слева от меня через пролив гостиницы «Интурист», справа через залив санаторий 4-го управления имени Полоскова. Налево в развитый капитализм меня не пускают без валюты, направо в недоразвитый социализм самому не хочется. Поэтому живу на утесе при полном суверенитете. Впрочем, жаловаться не буду, утес как утес, и условия существования неплохие. Есть вода, есть еда, рыба, водоросли. Правда, рыба радиоактивна, зато водоросли содержат необходимое количество йодистых соединений. Рыба, питаясь водорослями, нейтрализуется, превращаясь в белок и фосфор. А я, питаясь рыбой, получаю калории, свечусь во тьме, отчего проходящие мимо прохода принимают меня за маяк и обходят стороной. Но не в этом главные трудности. Главная беда для нас, эмигрантов, отсутствие вестей с родины. Поэтому, дорогой Аркаша, можешь представить крик радости, который я испустил, когда обнаружил в проплывавшей мимо бутылочке из-под забытого напитка буратино свое сердечное письмо. Спасибо, дорогой друг. Разглядывая за размытый текст, я сумел разобрать несколько слов. Что-то про Рыжкова, что-то про МХАТ. Сердце застучало, я чуть не расплакался. Боже мой, как же интересно, наверное, ваша жизнь там, на материке. На пятнадцатом году перестройки, на десятом году осуществление программы пятьсот дней. Только отсюда, с высоты утеса, сидя голой задницей на островом камне, начинаешь понимать, как мы были несправедливы в собственной жизни, как не умели ценить ее достоинств. Все шумели, митинговали того нет, сего нет, и не понимали, что раз чего-то нет, значит, что-то все-таки есть. И это что-то в тысячи раз больше, чем ничего. Разве это не было счастья, товарищи, зайти в пустой магазин и поболтать со скучающими продавцами о житье? Разве это не радость в дождливую погоду сесть в свой автомобиль, в котором нет ни колес, ни бензина? Но зато работают дворники, и, включив их, можно подолгу наблюдать, как сбегают серебристые капли со стекол. А вечером, придя в свой нетопленный дом, выпить рюмку А.Д.Колона, закурить чинарик, найденный в подъезде, и сесть у телевизора, где по всем программам идут сессии всевозможных верховных советов. И уж совсем ночью, обалдев от мнений прения, не раздеваясь, нырнуть в теплую постель, которой нагрела жена, спящая там в шубе. Все это огромное счастье, друг Аркадий, запомни. Я пишу это письмо с болью, ибо вытарапаю его обломком гранита на скале, и очень боюсь, что навигающая волна смоет мое послание вместе со мной. Если это случится, и когда-нибудь археологи найдут эту наскальную надпись, я хочу, чтобы они не искали ее расшифровку в культуре древних этрусков, а знали, что написано свободным человеком, чья свобода достигла абсолюта. Объясни это людям, Аркадий. Еще раз толкуй, что не бывает трудностей, которые бы не становились удовольствием, переходя в разряд воспоминаний. Затем прощай, друг, держитесь там, на материке, боритесь до конца. И последняя просьба. В случае моей смерти прошу считать меня социал-демократом. Спасибо. Я люблю нежно этого человека. Я являюсь огромным почитателем его замечательного таланта, потому что его ум парадоксален, вещи остры. Вы знаете его по таким фильмам, как тот самый Мюнхгаузен, пьеса Тиль, формула любви, дом, который построил Свифт и так далее, и так далее. Это человек, которым я восхищаюсь и которого нежно люблю. Григорий Горин. Ну, вы знаете, положение друга и соавтора на таком вечере, оно довольно сложное, потому что, ну что ж, хвалить, это вроде неприлично, ругать глупо, значит, читать что-то свое, вроде нескромно, поскольку работаете вместе, читать совместное. Эльдар Александрович так волновался перед сегодняшним вечером, что даже что-то вместе сочинить мы не могли. Хотя я сразу понял, что буду читать, придумал, что будет форма интервью с Рязановым, во всяком случае, дает возможность ему высказаться и мне что-то спросить. И вот я и написал с его помощью, так сказать, мысленно обращаясь к нему, к нему интервью с будущим. Итак, 2007 год. Страна торжественно отмечает 80-летие Эльдара Рязанова. Во всех кинотеатрах его фильмы, в театрах его пьесы, в магазинах его книги, в телевизоре он сам. Решением Мосгородисполкома Рязанский проспект столица временно переименован в Рязановский. А день рождения юбиляра объявлен праздничным рабочим днем и перебавляется к отпуску за свой счет. С утра направляюсь к Рязанову на студию. Массфильм, наша главная кинофабрика страны. Ее издалека узнаешь подымящимся трубам, доминым печам, гроходу. Снимается очередной многосерийный фильм на производственную тему. Это отрадно. Недаром наша страна уже давно занимает первое место в мире по производству чагуна на экране. Рязанова застаю в монтажной. Рязанова застаю в монтажной. Несмотря на свой преклонный возраст, выглядит довольно хорошо. Чуть посидел, но сильно похудел и помолодел. Сейчас 8 утра. Для Рязанова это время второго полдника. Диета строгая. Таблетка сыра, таблетка хлеба, стакан чая. Отсюда и первый вопрос интервью. Где вы достаете индийский чай, Ильдар Александрович? Купил в магазине. Весело отвечает он. Как приятно, что наш разговор начался с остроумной шутки, с веселого розыгрыша. Над чем сейчас работаете, Ильдар Александрович? Приступил к съемкам совместного советско-зарубежного фильма «Ирония судьбы 2». Сюжет примерно тот же, но на безалкогольной основе. Молодой врач, угорев с приятелями в бане, был под Новый год отвезен ими в аэропорт Шереметьево-2 и по ошибке посажен на международный рейс. Очнулся он только в Нью-Йорке на вилле молодой миллионерши, которую в силу общих стандартов принимает за свою одноконнатную квартиру в Мневниках. На этом строится цепь забавных недоразумений, которые заканчиваются хорошо. Миллионерши выходят замуж за врача, они переезжают в Мневники и счастливо живут на его зарплату. Еще вопрос. Мы знаем вас, дорогой Ильдар Александрович, не только как замечательного кинорежиссера, но и как драматурга, поэта, артиста и даже своеобразного композитора. Говорят, только вы можете так напеть любую популярную мелодию, что ее никто не узнает. Как вам удается совмещать в себе столько дарований? Ответ. Заниматься не своим делом это добрая традиция многих мастеров нашего искусства. Я лишь вношу сюда свою посильную лепту. Вот и сейчас наш известный кинорежиссер и фотограф Евгений Евтушенко попросил меня оркестровать его мелодии на стихи Микаэла Таравердиева в моем переводе с армянского. Вы знаете армянский? Я знаю Таравердиева. Вообще языковый барьер никогда не был для меня преградой. Если вы смотрите кинопанораму, то видели, как я говорил, с Феллини по-итальянски, с Аней Жирардо по-французски, с Амар Шерифом тоже на каком-то его родном, не помню, откуда он приехал. Трудности перевода возникают как раз чаще всего, когда говоришь с нашими. Скажем, спрашиваешь какой-нибудь ответственного работника министерства, почему у нас некоторые талантливые фильмы лежат на полках по многу лет? А он отвечает, рост сети кинофикации в текущей пятилетке увеличится в четыре раза. Еще вопрос. Мы знаем, что вы продолжаете устраивать вот эти свои традиционные творческие вечера. Готовится новый вечер в кругу друзей в концертном зале России и такой же в кругу врагов в Линкольн-центре Нью-Йорка. Не сочтите за резкость, но ответьте честно, зачем вам это надо? Зачем вам эта вся нервотребка с билетами, ажиотажом входа и прочей неприятности? Ответ. Наверное, вы правы, но в моем возрасте уже поздно переделываться. Я люблю живое общение, люблю друзей, люблю нервотребку. Врачи советуют мне волноваться и неприятности люблю. В конце концов, неприятности сегодня единственные, что нельзя достать по блату, а можно лишь доработать честным трудом. И тогда самый последний вопрос. Эльдар Александрович, вы счастливы? Почти. А что нужно вам для полного счастья? Знаешь, я бы хотел снова стать на 20 с лишним лет моложе, чтобы не было этого дурацкого интервью, не было 2007 года, а я бы вновь оказался среди друзей в уютном концертном зале. Но время, к сожалению, повернуть вспять нельзя. Можно, говорю я, для друга ничего не жалко. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, рассказ про ежика. Папе было 40 лет, Славику 8, ежику и того меньше. Славик притащил ежика в шапки и подбежал к дивану, на котором лежал папа с раскрытой газетой и, задыхаясь от щаски, закричал, «Пап, смотри!» Папа отложил газету и осмотрел ежика. Ежик был курносый и симпатичный. Кроме того, папа поощрял любовь сына к животным. Кроме того, папа сам любил животных. «Хороший ежик», сказал папа, «симпатяга». «Где достал?» «Мне мальчика во дворе дал», сказал Славик. «Подарил, значит», уточнил папа. «Нет, мы обменялись. Он мне дал ежика, я ему билетик». «Какой еще билетик?» «Лотерейный», сказал Славику, «Выпустил ежика на пол». «Папа, ему надо молока дать». «Погоди, с молоком», строго сказал папа. «Откуда у тебя лотерейный билет?» «Я его купил». «У кого?» «У дяденьки на улице». «Он таких билетиков продавал по тридцать копеек». «Ой, смотри, папа, ежик под диван полез». «Погоди, со своим ежиком», нервно сказал папа и посадил Славика рядом с собой. «Как же ты отдал мальчику свой лотерейный билет?» «А вдруг бы этот билет что-нибудь выиграл?» «Он выиграл», сказал Славик, не переставая наблюдать за ежиком. «То есть, как это выиграл?» «Тихо спросил папа, его нос покрылся капельками пота». «Что выиграл?» «Холодильник», сказал Славик, улыбнулся. «Что такое?» «Папа как-то странно задрожал». «Холодильник что-то мелешь? Откуда ты знаешь?» «Как откуда?» обидел Славик. «Я его проверил по газете, там первые циферки совпали и остальные, и серия та же. Я умею проверять, папа, я же взрослый». «Взрослый?» Папа так зашипел, что ежик, который вылез из-под дивана от страха свернулся в клубок. «Взрослый, меняешь холодильник на животное». «Но я подумал испуганно», сказал Славик, «я подумал, что холодильник у нас ведь уже есть, а ежика нет». «Замолчи!» закричал папа и скачал с дивана. «Кто? Кто этот мальчик? Где он?» «Он в соседнем доме живет», сказал Славик, и заплакал. «Его Сеня зовут?» «Идем!» снова закричал папа и схватил ежика голыми руками. «Идем быстро!» «Не пойду в Склипова», сказал Славик. «Не хочу холодильник, хочу ежика». «Да пойдем же, оболзу захрипел папа. Только бы вернуть билет, я тебе сотню ежей куплю». «Нет!» ревел Славик, «не купишь!» «Сенька и так не хотел меня, ты его еле уговорил». «Тоже, видно, мыслитель!» ехидно сказал папа. «Но быстро!» Сене было лет девять. Он стоял посреди двора со страхом, глядел на грозного папу, который в одной руке нес Славика, а в другой ежа. «Где?» спросил папа, надвигаясь на Сеню. «Где билет?» «Уголовник, возьми свою колючку и верни билет». «У меня нет билета», сказал Сене и задрожал. «А где же он?» закричал папа. «Что ты с ним сделал, ростовщик? Ты его продал?» «Я из него голубя сделал», прошептал Сене и захныкал. «Не плачь», сказал папа, стараясь быть спокойным. «Не плачь, мальчик». «Значит, ты сделал из него голубя». «А где этот голубок? Где он?» «Он на карнизе засел», сказал Сене. «На каком карнизе?» «Вон на том». И Сене показал на карниз второго этажа. Папа снял пальто и полез по водосточной трубе. Дети снизу с восторгом наблюдали за ним. Два раза папа срывался, но потом все-таки заполз до карниза и снял маленького желтенького бумажного голубя, который уже слегка размок от воды. Спустившись на землю, тяжело дыша, папа развернул билетик и увидел, что он выпущен два года тому назад. «Ты его когда купил?» спросил папа Славика. «Еще в первом классе», сказал Славик. «А когда проверял?» «Вчера». «Но это же не тот тираж», сказал папа. «Ну и что же», сказал Славик, «зато все циферки сходятся». Папа молча отошел в сторонку и сел на лавочках. Сердце бешено стучало у него в груди, перед глазами плыли оранжевые круги. Он тяжело отпустил голову. «Папа», тихо сказал Славик, подходя к отцу, «Ты не расстраивайся. Сень говорит, спасибо», сказал папа, «спасибо Сеня». Он встал и пошел к дому. Ему вдруг стало очень грустно. Он понял, что никогда уже не вернуть того счастливого времени, когда с легким сердцем меняют холодильник на ежа и становятся от этого счастливыми.